Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. О свободе в истории вообще и в жизни человека в частности. Точнее, конечно, наоборот, потому что история меньше, чем жизнь одного единственного человека. Такое вот противоречивое явление. Часто говорят и ощущают, что человек за свою жизнь как бы повторяет развитие истории человечества от первобытных времен, от детства человечества к зрелости и дряхлению. Тогда начинают бояться конца истории. А дряхлеем – закат Европы, закат человечества, астероид, вирус и так далее. Прежде всего, не надо думать, что первобытные люди были дети по уму, дурее нас. Это очень распространенная для XVIII и XIX века точка зрения. В XVIII веке воспевали эту первобытность, знаменитая повесть Вольтера Кандид. Индейцы в Америке считали детьми природы, наивные, глупенькие. В следующем столетии уже не делали из этого идеала, а делали обоснование для великого предназначения белого человека. Мы этих детей должны воспитать, вывести из детства на большой простор, в заводы и так далее. На самом деле всё наоборот. История – часть жизни одного единственного человека. И человек, живший 500 тысяч лет назад, при всех своих отличиях от нас, насколько он человек, если это был человек, он был такой же, как и мы. Потому что человечность – это некоторая искра в каждом. И всё-таки ближе о свободе. Меня, на самом деле, попросили немножечко рассказать об истории церкви катакомбной в XX веке, как церковь боролась за свободу. Я не люблю словосочетание и выражение «катакомбная церковь». Оно не отражает всей глубины проблемы. Проблема не в церкви и не в том, что её загоняют в катакомбы. Но как информационный повод вполне можно оттолкнуться. Было такое письмо. В 1965 году священник Николай Ишлеман и священник Глеб Якунин написали письмо, огромное на 70 страниц, обращенное к патриарху. Посылали ей в политбюро с протестом против гонений на церковь. На самом деле письмо писал в основном совсем даже третий человек. «Подсадная утка», «Стукач», «Предатель», «Феликс Карелин», который потом немножечко смущался своей роли и о ней никогда не говорил. Ну, что хорошего. Провокатор и провокатор. Но дело не в конкретных личностях. А дело в том, а что такое свобода, за которую борются верующие люди. Она отлична от свободы атеиста. И первый аргумент, который выдвигает тоталитаризм, неважно, ленинский, путинский, нацистский, фашистский, против свободы, да и тоталитаризм великого инквизитора. Ведь в самом христианстве, как и в любой другой религии, было предостаточно несвободы и её певцов, её апологетов. В этом смысле тоталитаризм XX века – это всего лишь доведение до абсурда и уродства, и кошмара, и освенцима с Колымой того, что заключено было в истории человечества на протяжении многих тысячелетий. Не только христианской истории, но и дохристианской. Так вот, первый аргумент – несвободы и угнетения. А что? Чем тебе не нравится? Ты свободен. Ты свободен мыслить, думать, свободен бормотать себе под нос. Ты свободен и в карцере, ты свободен и в газовой камере. Ты всё равно внутри себя несёшь огромный пастор, вселенную свободы. Какого рожда тебе ещё надо? Именно это подразумевалось в ленинской, шире кремлёвской конституции. Я не люблю слово «советский», потому что оно лживое. Советская власть была противосоветской. Ленин и совершил свой путь до съезда Советов, чтобы самому править по своей воле, а не по воле каких-то там Советов. Ленин, разумеется, из Советов сделал такое же чучело, как из образования, как из марксизма, как из всего, к чему он прикасался. Царь Медас всё превращал в золото, Ленин всё превращал в чучело, в тушечку. Так вот, ты можешь быть свободен даже в карцере. Мы же тебе не мешаем. И свобода вероисповедания с 25 октября 1917 года, ну, точнее, с декабря, когда был принят декрет о религии, и по сей день в основном жителями России понимается, как свобода отправлять в религиозный культ. В общем, эта свобода не обязательно должна проявляться вовне. По старинной философской классификации, вот есть свобода феноменальная, которая проявляется наружу, а есть свобода номенальная, ядро, ядрёная свобода. Она есть даже если нет проявлений. Конечно, это лукавство, избави нас от лукавого. Почему? Потому что самая суть человечности в человеке – это образоподобие Божие, и это коммуникативное явление. Быть человеком означает общаться с другим человеком, познавать мир, общаться даже с неодушевлённой материей, познавая её. Для меня, верующего человека, это общение с Богом. Так или иначе, человек – это некто замкнутый в себе. Поэтому мы прекрасно все понимаем, что люди, у которых проблемы с общением, застенчивые, люди, ну, сейчас много уже, то, что называется расстройство аутистического спектра, они очень разнообразны. Это не все люди дождя, как в знаменитом фильме, не все такие люди обладают гениальными способностями, как, ну, мы знаем все великого математика, с еврейской фамилией, не буду уж называть, ну, замкнутый человек. Замкнутый человек, мама ему обеспечивает жизнь, он сидит и пишет. Таким был великий математик Александр Гротенди, кстати, недавно умерший, почему я называю его по имени и фамилии. Он, разочаровавшись во своих коллегах, учёных, французах, как в честных людях, он им говорил, давайте протестовать против войны во Вьетнаме, ведь война начиналась с Франции, Франция колонизировала Вьетнам, и он поехал во Вьетнам читать лекции под бомбёжками. Они его не поддержали, хотя не было никакого политбюро, как с академиком Сахаровым, не было никакого КГБ, просто не поддержали. И тогда он бросил всё, поселился на юге Франции, одно время даже пастухом подрабатывал, написал шесть томов о религии. Это действительно был величайший математик, его сравнивают с Эвклидом. Другое дело, что такой человек, как я, понять это решительно не в состоянии. Я знаю, что в современной математике много разных математик, но Александр Горетендик велик, как никто. Он был свободен, он же писал, он писал, он запретил публиковать то, что пишет, но не запретил читать, он это не уничтожил. В человеке есть потребность выражения. Иногда говорят самовыражение, но что значит «само», кто я? Если я один, если я сам, это древнее первичное значение слова «сам», один, и в польском языке так и по сей день, но если я один, чего мне выражаться? У меня... я лучше повешусь. Человек вешается, когда чувствует, что приближается к вот этому страшному состоянию, одиночества полного, «тогда я не человек, я хочу превратиться в ничто, в неодушевлённое тело». Так вот, свобода требует коммуникации с другим, требует познания, требует предоставлять себя для познания другим, то есть одновременно быть и познаваемым, и познающим, и познавать самого себя, кстати, помимо прочего. То знаменитое письмо 1965 года, за которое оба человека, поставившие свои подписи, довольно дорого заплатили, отец Николай Ишлеман был отправлен за штат на пенсию. В общем, увы, трагическая судьба, но его хотя бы не посадили. Отец Глеб Якунин, его биографию все знают, его сослали, в конце концов, в 79-м году в Якутию. Ну, сперва тюрьма, потом ссылка, 10 лет освободили чуть-чуть пораньше, Горбачёв соизволил наконец-то, стал депутатом, умер сравнительно недавно. Но, конечно, это сломанная жизнь, сломанная полжизни в тюрьме. Но это письмо начиналось довольно своеобразно. Оно перечисляло, конечно, всевозможные ограничения для церкви, но оно начиналось с обличения тех епископов, которые предают церковь тем, что сотрудничают с властью. Спрашивается, а что здесь нехорошего? Власть атеистическая? Смотрите, с 91-го года власть стала заменять марксизм на православие. То есть было чучело Маркса, стало чучело Христа, Господа Иисуса Христа, умершего, но и воскресшего. И вот из воскресшего набивает чучело. Православие заняло место марксизма не всюду, но в значительной степени и в главной сфере. Я не могу назвать это сферой жизни, это сфера убийства. В армии именно православие теперь стало идейной основой российской агрессии, экспансии. Мы заботимся о других, мы спасаем других. Уже не вопрос о борьбе с буржуазией, о освобождении пролетариата, а вот сирийский ребенок плачет, мы должны побомбить, чтобы он не плакал. Позор и ужас. Оказывается, свобода вовсе не в том, чтобы мне обеспечили государственную поддержку. А в России это понимается так. Человек – тень государства. Кому государству помогает, тот и человек, а кому не помогает, тот нелюдь. Он враг государства, враг народа, враг человечества. Государство – это все. Оно! И тогда встает вопрос. А что, зачем нужна свобода? Она действительно тогда, может быть, нужна только для того, чтобы внутри себя быть свободным? Один человек, считающий себя большим диссидентом, когда-то вспоминал, что он попал к отцу Александру Меню на беседу на Евангелие, святые отцы, богословие, и говорит, что вы тут занимаетесь чепухой? Брежнев, война в Афганистане, угнетение нации, Россия, мы все не свободны, надо бороться за свободу. И мать отец Александра говорит, а мы здесь свободны. Тот развернулся и ушел. Ну, религия – опиум народа. Не понимает, что они рабы Кремля. Я думаю, что отец Александр это прекрасно понимал. Он больше сделал, как диссидент в том числе, чем многие диссиденты. Он, кстати, первым выступил публично, как только появилась возможность, в защиту возвращения Солженицына. Хотя сам Солженицын, как антисемит и черносотинец, и державник был достаточно ему далек по взглядам. Отец Александр имел в виду простую вещь. Мы здесь общаемся, мы здесь свободно говорим друг с другом. Вот что важно – свободно, не зажатым голосом. И, к сожалению, многие диссиденты на это не способны. Были и есть. И многие политики либеральные на это не способны. Они все время оглядываются. Они говорят не свободно, а говорят с оглядкой. Как это будет воспринято? Как меня поймут избиратели? Найду ли я себе последователей? Свобода в том, чтобы на это не оглядываться, а общаться реально свободно. И вот здесь удивительная штука. Для свободы что нужно? Вот возьмем первых учеников Иисуса. В чем была их свобода? Это были нормальные иудеи, нормальные евреи, нормальные жители тогдашнего античного мира, и вообще нормальные люди двухтысячелетней давности. Во многом и в главном, может быть, они походили на нас. А в том числе они походили на нас, потому что главным средством надежды, главным средством и пространством общения для них была семья. Почему первое и главное возмущение в разных странах в XX веке верующие, христиане не только, высказывали, когда ущемляли их право преподавать детям свою веру? Конечно, в абсолютном виде это было не так часто. Ну, какая-нибудь Албания при Инверхаджа, который реально уничтожил почти и исламо-христианство. Ну, почти. Сейчас все вернулось. В кремлевской России, в ленинской России, включая Горбачева, верующим всех направлений было запрещено обучать своих детей в религиозных школах, только в семье. А теперь представим, что запретили бы и в семье. И ведь реально и в семье было тоже под большим вопросом, потому что если видели, что ученик носит крестик, на него начинали давить, организовывали буллинг, учителя организовывали, не ученики, соученики тоже, конечно, смеялись. Это было стыдно и позорно быть верующим. И это свобода, это свобода, но очень вечная и количеная. Любая нетолерантность, любая ненависть, это, конечно, как бы откачка воздуха из пространства свободы. Я свободен, но если меня ненавидят, мне становится трудно дышать, потому что свобода – это коммуникация, общение. И те, с кем я бы хотел и мог общаться, надо мной смеются, приходится потерпеть. Тогда спрашиваем себя. Государственная школа. Началось это при Ельцине. Говорили тихо. Мы будем в школе преподавать разные религии. Люди будут делать выбор. Все это оказалось вранье. Оказалось, просто ввели закон Божий. Кое-где, особенно в Москве, есть выбор. В провинции не очень. Насаждается тупо православие, к моему огромному сожалению. Это пройдет. Я верю, что это пройдет. Если Россия будет свободной, с этим придется расстаться. Как в Америке, как в Западной Европе. Где тогда основной источник, основной канал передачи свободы? Вы знаете, он не в семье. И не в воскресной школе, которая имитирует семью. Как при крещении родители, по православной традиции, русские не могут находиться. Человек рождается во Христе. Это духовная семья. И физические родители, выйдите за дверь, пожалуйста. Так делают не все, но такая традиция есть. Остаются духовный отец и духовная мать. В принципе, традиция говорит, у мальчика только духовный отец, у девочки только духовная мать. Но, кажется, эту традицию мы уже поменяли за последние 40 лет. На моих глазах. Так или иначе. Вот священник, он отец по-любому. Он духовный руководитель. Он преподаст основу веры. Мы знаем, чем это заканчивается. И до революции уже знали. Ребенок, не ребенок, а ребенок, когда он перестает быть ребенком, когда из очаровательной ворожительной куколки вылупляется, ну, я не скажу бабочка, но что-то эдакое, среднее между бабочкой и каким-нибудь стервятником. В общем, 12, 13, 14 лет. Чем позже, тем лучше. Позднее созревание – это хорошо для человека. В России пораньше. В России 19 века у богатых людей попозже. На Западе сейчас созревание растягивается очень надолго. Это действительно продуктивно. И это показатель свободы. И вот вдруг ребенок восстает. Он бунтует. Любой. Это бывает в более жестких формах, в мягких формах, но это обязательно. Ребенок из мира родительского переходит в мир свободы. Оказывается, родительский мир – не мир свободы. Это мир любви. Это мир благополучия, счастья. Я надеюсь. Во всяком случае, это вполне возможно. И это не сверх какая-то задача. Это вполне реально. Мир доверия к миру, к людям, где человек приучается к тому, что мир хороший. И мир действительно хороший. И вдруг из этого мира человек оказывается в мире свободы. В том мире ее не хватало. Свобода быть дурным. Свобода быть злым. Свобода не быть. Свобода причинять зло другим. Свобода оказываться в тюрьме. Свобода лишаться свободы. Свобода быть свободным в тюрьме. Свобода не мириться с рабством. Видите, сколь равнообразна свобода. И мы сегодня живем в мире, смотрите, какие самые быстро растущие религиозные направления. Прежде всего, пятидесятники, свидетели Яговы, это такое ответвление от адвентистов, это то, что называется харизматические религии. В России свидетели Яговы запрещены, и это ужасно, это преступление, которое совершает государство с одобрением своих теней жителей России. Конечно, не должно быть никаких запретов в этой сфере и в любой другой, но главное в ином, что я хотел сказать, что сегодня эти люди передают веру через семью, как первые христиане. В Деяниях апостола мы читаем, что крестился такой-то и весь дом его, разумеется, включая и рабов, и детей. Мог ли раб отказаться креститься, мы не знаем, не сохранилось деталей. Похоже, что нет. Так или иначе, детей крестили точно. Сегодня это нас поражает. Как можно? Между прочим, в России этому удивляются. Ребенок, дайте ему сделать выбор. Но в России очень плохо за свободу у детей. Очень плохо. Вот в Америке лучше, и на Западе лучше. В Америке идет к тому, что запретят обрезание детей. Ну, обрезание девочек уже запрещено. И, в принципе, ребенок уже в 4-5 лет, как ребенок начинает говорить, американская семья расширяет его свободу, дает ему свободу. Хочешь ходить по дому в ластах – ходи топой. Не хочешь идти в церковь – не ходи. Конечно, американские семьи разные. Есть огромное количество зубодробительных римокатоликов, православных, протестантов, которые не спрашивают. Они живут, как жили их предки в России, в Германии, в Италии. У ребенка нет выбора. Конечно, его крестили в детстве. Его поведут в церковь, и вопросов нет. Он будет ходить в воскресную школу. Поэтому Америка до сих пор самая религиозная страна в первом, в богатом и свободном мире. В Европе уже давно нет, потому что здесь свободы у детей больше. Так или иначе, мы видим тенденцию. Мы видим график. А график такой, что главный канал передачи веры в современном мире – это на равных. Ни через государственную школу, ни через организацию религиозную, и ни через семью. Человек приходит в ту или иную конфессию, в ту или иную веру и религию взрослым. Это, собственно, и мой случай. И я думаю, что это нормально. Это нормально, но вполне до этого еще далеко. Мы живем в мире, который, как и любой человеческий мир, напоминает гусеницу, у которой голова уже переползла через травинку, а остальной организм подтягивается. Вот это вот подтягивание. Часть тела живет в палеолите, часть в неолите, а часть в XIX веке. В России из-за все той же ленинской диктатуры и тоталитаризма Ленин сделал то, о чем мечтал Победоносцев, всемогущий министр веры при Александре III, при Николае II, он умер в 906, если не ошибаюсь. Победоносцев сказал, что Россию нужно подморозить. Кстати, цари не особенно его слушали, но и не давали России свободы. Подморозить Ленин засунул Россию в холодильник. Помните анекдоты про очередного Ленина, нашего нынешнего, который открывает холодильник, видит шалей и говорит, ты чего, не дрожи, я за колбасой. Подморозить Россию. И в результате Россия на протяжении последнего 101 года, 101 год в обед будет, живет, в принципе, по викторианским законам. Жесткое господство семьи. Диктатура Ленина, так называемая диктатура пролетариата, диктатура Путина осуществлялась и осуществляется прежде всего через семью. Семья эта, правда, страшно сдавлена тисками. Семья подчинена государству через школу, через заработодателя, через детский сад, через ясли. Наверное, у богатых русских сегодня с этим получше, на первый взгляд. Но мы знаем, что они стараются вывести детей туда, в свободный мир, потому что ничего не получше. Все равно военная пропаганда, проповедь несвободы, уничтожение человека как личности, это, к сожалению, и богатых, и бедных одинаково касается. Богатых, может быть, даже в большей степени, потому что, как при советской власти, сын дворника никто особенно на него не давил. Он там себе в дворницкой. А сына академика давили, а сына члена политбюро давили и раздавливали, потому что это ключевые элементы. Система старается воспроизводить вот эти неравные отношения. А где неравенство, там свободы нет. И тогда мы спрашиваем себя, в чем тогда свобода церкви? В чем тогда свобода математики, свобода филателии, свобода всего, что есть? Свобода в том, чтобы для общения не использовать насилие, не использовать власть. Означает ли это, что власть вообще должна быть уничтожена? Конечно, нет. Власть – это способ осуществления общего блага, способ реализации солидарности. Общение – мы общаемся, мы о чем-то договариваемся, и тогда мы выбираем кого-то из себя, чтобы вот эти договоренности осуществить. Ну, например, ребята, платим налог. Не заплатил налог, но придется и власть употребить. Но власть – это, может быть, результат свободы. Я не уверен, что это всегда обязательный результат. Но ни в коем случае власть не может быть источником свободы. Они несовместимы. Поэтому великий историк, историк церкви, римокатолик, хотя он был английский лорд, но поскольку у него были немецкие предки, он был римокатолик. Лорд Эктон, или Актон, часто говорят, в середине XIX века он обсуждал вопрос о папской безошибочности и был против. И вот тогда, обсуждая, как папы римские правили в XVI столетии, когда были и войны, и разврат, и много чего еще, хотя была и святость, и великие научные достижения под крылом папы. Папа ведь и Галилея по возможности защищал. Но возможности у него были не очень великие ресурс пап, не так велик, как хочется папам, хотя и не такой маленький, как хотел бы противникам папства. И Эктон сказал, глядя на историю этих римских пап, всякая власть имеет тенденцию развращать. Он был британец, лорд, поэтому он не сказал, как обычно цитирует, всякая власть развращает. Он сказал, tends to corrupt. Всякая власть имеет тенденцию развращать, абсолютная власть развращает абсолютно. Конец цитаты. Ну, к счастью, абсолютной власти все-таки в мире не очень много, хотя то, что создал Ленин под лозунгом диктатуры пролетариата, и то, что продолжает существовать в лице Путина под девизом вертикаль власти, это, конечно, близко к абсолютной власти, очень близко. Можно взорвать дома в Москве, можно начать с ту войну, можно вторгнуться в Грузию, в Сирию, в Украину, приказать убить Политковскую, приказать убить Немцова. Ну, практически это неограниченная власть. Она даже более того, она более неограничена, чем власть российских самодержцев, потому что он развелся. На это не решались многие цари, ну, кроме Ивана Грозного. Потому что, ну как, ну вот Александр Второй, у него была другая жена, но, как это принято называть, тогда было моргонатическое. То есть как бы ее и нету, она такая как бы неживая в морге. А этот развелся как с гусевода, то есть скорее даже бравирует тем, что мужик, мачо. Так вот, свобода несовместима с властью. Значит, свобода веры заключается в том, чтобы свободно говорить о вере. Что это включает в себя, интересно? Могу я на улице раздавать листовки? Да, конечно. В России сейчас это разрешено только православным. Кажется, Кришнаита вот у меня под окном на Красной Пресне периодически прославляет Бога. Аллилуйя. Но большинству верующих это не допустит, не дозволено. Свобода заключается в том, что ее не дозволяют, она просто есть. И вот свобода церкви. Смотрите, вернемся к этому письму 65-го года. Когда Кремль в лице Ельцина, а потом Путина, начал делать православие казенной религией, возвращая в сущности дореволюционную ситуацию, она возвратилась не вполне. То есть церковь формально по конституции, по бумажке, не государственная. Но мы же все понимаем, главное, что сделал Ленин, он отменил бумагу, он отменил право, как некоторые письменные нормы, записанные. Правит воля одного человека. И в этой ситуации церковь де-факто исполняет роль государственной религии. Но, а вспомним, как с православием было в 19 веке. Вот как, какое ее место было в русской жизни. Лучше всего это описано у Казьмы Прудкова, в отчине погребения, полковника, где полковой священник и полковник спорят о том, кто идет первым, кто главный на поминках и так далее. И выясняется, что главных в этой ситуации нет. Священник полковой не подчинялся полковнику, он подчинялся высшей инстанции в Петербурге, двоевластие. Но, тем не менее, все равно все понимали, что полковник командует полком, а священник даже полковником не командует. Его ресурс очень маленький, в отличие от полковника. И страшен не священник, страшен не тот, кто освящает пушки и ружья, а те, кто из них стреляет. И в сегодняшней России часто возмущаются, что церковь благословляет атомное оружие. А я возмущаюсь тем, что есть ядерное оружие. И здесь у меня большой конфликт, потому что многие люди возмущаются тем, что церковь благословляет атомную бомбу. Но, в принципе, эти люди за то, чтобы у нас в России была атомная бомба. Но я против. Я за то, чтобы мы, не дожидаясь всеобщего разоружения ядерного, свое ядерное оружие ликвидировали просто вот безо всяких условий, быстро и абсолютно. Абсолютно. Потому что ядерное оружие это не оружие. Это веревка, табуретка, мыло. Мы не имеем права его производить, хранить и иметь. Значит, люди хотят, чтобы церковь проповедовала мир, а мы все-таки будем воевать. Мы же и не претендуем, как мне сказала одна журналист, как это я говорю, ну да, были священники агента КГБ, но у журналисты сто процентов были агенты КГБ в центральных газетах. Сто процентов священников в Москве девяносто восемь процентов. А журналисты все, ну, говорит она, мы же и не претендуем. И очень плохо. Надо претендовать. Это все равно, что сказать, я же не претендую быть человеком. Не я такой, жизнь такая. А вы вроде бы как бы порядочные, выпендриваетесь, а сами такие же, как я. Извините, пожалуйста, чужой грех не оправдывает собственного. Мой грех бесчеловечности, верничества, еще чего, не оправдывает ваши грехи. Так устроен мир, так устроен человек. И ваши грехи, к сожалению, не оправдывают моих. Вот такой вот беном Ньютона. И тогда встает вопрос, почему отец Глеб и в 90-е годы продолжал быть в оппозиции, вплоть до того, что покинул московскую патриархию, помогал создать другую церковь, меня в ней рукоположили, апостольская православная церковь. Чего мало ему было-то? Государство стало покровительствовать церкви, сняло все ограничения, о которых он писал, ну, о которых писалось в письме 65-го года. Епископы больше не агенты КГБ, потому что, скорее, это КГБ теперь агенты епископов. Ситуация немножечко перевернулась, шучу, шучу. Тем не менее, уже нет нужды брать с кого-то там подписки, исключать на своих. Этот был, ну, в общем, как полковой священник и господин полковник. Все вернулось в древолюционную ситуацию. Значит, что мальчику не хватало? Мальчику не хватало свободы. Да в этом чудо отца Глеба Якунина. Этим он отличался от Феликса Карелина, который писал письмо. Просто отец Глеб тогда не мог четко выразить, ему не хватало чужой свободы. И ведь он потом в 70-е годы создал христианский комитет свободы и совести, но он защищал отнюдь не только христиан, и уж точно не только православных. К концу 70-х годов, когда Андропов закончил воскребать инакомыслия, инакомерия, в концлагерях и тюрьмах находилось примерно 150 баптистов и около 50 православных. Находилось много мусульман, находилось много грекокатоликов. Этих сажали в основном как националистов. Грекокатолики это Украина, мусульмане это крымские татары, но в общем и евреев преследовали в основном как националистов. Вы же в Израиль захотели. Отцу Глебу хотелось чужой свободы. И встает вопрос, а почему? Чем ему не хватало своей? И ответ прост. Он на уровне интуиции знал то, что сегодня многие люди, Гегеля начитавшиеся и Кантова знающие, не понимают на уровне интеллекта. Свобода не бывает для одного, свобода не бывает для избранных, свобода для всех. Поэтому свобода церкви только тогда свобода, когда она для всех, для сатанистов, для порнографии и других нехороших излишеств. Для всех, для мусульман. А если тогда церковь станет гонимым маленьким меньшинством, ну, прошу прощения, значит, так тому и быть, воля Божия. А напомните мне, создатель церкви, он где, собственно, как, при каких обстоятельствах скончался, объелся грибком в царском дворце? Нет, нет. Значит, у свобода два параметра. Во-первых, она не должна передаваться через насилие, даже если это насилие любви, даже если это насилие внутри семьи. Свобода не должна передаваться через насилие, и свобода должна быть предоставлена всем. Только тогда мы можем говорить о свободе церкви. И в этом смысле доволен ли я историей церкви? В общем, не очень. Хотя, хотя, я скажу так, две тысячи лет назад у церкви был мощный соперник, метроизм. Может быть, можно еще назвать гнозис, гностицизм. Гностицизм – это движение, которое, кстати, часто заимствовало христианскую терминологию. Это и сегодня есть в эзотерике. Гностицизм – это, ну, такое протоэзотерика, прото-нью-эйдж, типа Даниила Андреева, Леонида Андреева. То есть, главное – познание. Вот, вокруг люди, равнодушные к истине, вокруг средние люди, мещане, обыватели, которым, вот, пожрать, выпить, закусить, погулять. А человек должен стремиться к духу, познать мир. Звучит чудненько, но обратите внимание, что для такой позиции свобода других совершенно безразлична. Паситесь, мирные народы, вы там скоты жуйте, а я лучше буду голодать, и гностики часто были великими аскетами, но зато я буду свободен. Ты не будешь свободен, потому что ты один, а один не может быть свободным. То же самое и даже похуже с митроизмом. Культ Митры – это солдатская религия, поэтому у нее, около колонны Трояна, был огромный подземный храм. Вот это реально была катакомбная религия. Они заглублялись, видимо, что-то солдатское, а не только там, в замкнутом темном пространстве, как блиндаж, чувствовали себя в безопасности, как знаменитые черепахи. Вот это построение, когда накрывали друг друга щитами. Христиане, когда они молились в катакомбах, в римских, ну, это был, кстати, четвертый в основном век, это не отгонение, а чтобы около могил помолиться, они все-таки предпочитали на свету и построили, в конце концов, собор святого Петра и многие такие, я бы сказал, наполненные светом храмы. Я бы такой строил, побольше стекла. Правда, на отопление будет уходить больше. А метроисты зарывались буквально, они проходили к истине через вот эту тьму и реально окропляли себя кровью несчастного какого-то бычка. Наша-то кровь, это ведь вино, да еще разбавленное, опять же, по римскому обычаю и греческому. Так что, видите, я думаю, что то, что сегодня мы с вами обсуждаем вопрос свободы, не так, как это делал Сенека, который обсуждал вопрос свободы, а у него по углам комнаты стояли рабы и были наготове подбежать и сделать, что он прикажет. И он их не воспринимал как людей. Обстановочка говорящая, ну, как сегодня вот электронные всякие устройства. Умный дом. У тебя в одном углу зоб, а в другом Бердяев. Раб. Ну, он тебе всегда что-нибудь скажет. Нет, мы обсуждаем свободу, понимая, что свобода нужна и для другого. Я думаю, что это благодаря, я не скажу церкви, но благодаря тому, что две тысячи лет назад Иисус сказал, что когда ты голоден, а когда другой голоден, накорми, когда другой хочет пить, напои, другой в тюрьме, приди. И он имел в виду выведе из тюрьмы. И он же был в тюрьме. Но его не вывели, точнее, его вывели на казнь. И вот воскресенье. И поэтому свобода воспринимается иначе, когда эта свобода при свете мрака, при свете тюрьмы, где был любимый человек, при свете могилы, но и при свете воскресенья тоже. Это воскресенье только для меня, тогда это не воскресенье, тогда это несправедливость, это бесчеловечность, а все другие нет. Конечно, много христиан, которые думают только так, что мы в раю будем, остальные будут внизу. Друзья мои, это все равно, что половина клавиатуры компьютерной будет у меня, а половина компьютерной клавиатуры будет у моих врагов. И что? И я буду торжествовать и наслаждаться. Нет уж, свобода, воскресенье, счастье, вечная жизнь, творчество, либо для всех, либо для никого. И поэтому борьба за свободу церкви, это не борьба за свободу церкви, ну вот как в первые годы правления Гитлера коммунистов пересажали, о, как хорошо сказали католики партии центра, потом посадили католиков, эхе, сказали свидетели Иеговы, неплохо получается, здоровый тренд. Потом свидетели Иеговы посадили. А потом уже, в общем, все притихли. Потом пришли американцы с одной стороны, и мы с другой. Свобода либо для всех, либо для никого. поэтому, ну, дальше не многоточие, а, как сказать, не свобода России наша цель, а свобода каждого человека и всего мира. И не счастье, не довольство, счастье, процветание русских, татарских, американских, а свобода наша цель, а все остальное приложится. Всех вам благ. Это был Яков Кротов. Так, теперь надо... Так, я поменял адрес сайта, точнее, он вернулся кротов.инфо. Значит, мои всякие видео, аудио на Патреоне, на Ютубе, понятно. И, наверное, я сейчас вот о своем подкасте буду выкладывать. Мне объяснили, как это делается. Ну, и Фейсбук. О, матушки родные, технических средств много. А что я буду жаловаться? С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok